приветствую с мои родные любимые христолюбчики все братцы и сестры во христе и все люди на земле всех приветствую всем желаю всего самого хорошего отличного дня прекрасного настроения любви добра мира кротости смирения упования терпения в души ваши в дома ваши в сердца ваши во все сферы жизни ваши семьи ваши что все у вас было хорошо сегодня хочу поговорить такую тему я ролик назвал отделенный или ранние христиане и вы знаете неспроста вот я хочу сегодня поговорить о раннем христианстве конечно история до нас дошла тоже достаточно лживая это уж безусловно что-то исковеркались что-то спрятали вы знаете какая бы ни была кривая история человечества истины там есть да понятно что возьмите вторую мировую войну которая была совсем недавно казалось бы ну что мы не знаем каждая страна знает о ней со своей колокольни стих летописи как их можно назвать или исторических книг которые написали те люди основном той нации да вот что 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 если они участвовали в ней что не участвовали описывать и события да естественно каждая страна пыталась себя выгордить все свои там грехи загладить наоборот добродетели приукрасить и прочие прочие вещи да и конечно же читая второй мировой войне то же самое до конца правда никто не узнает да что там предшествовало что во время было что после ну уж вы знаете какая бы история криво не было ни у кого нет сомнений что была вторая мировая война то же самое с первой мировой и так далее да мы доподлинно конечно не узнаем все грехов или добродетель каких-то как их называют именитых известных и славных в кавычках или по-настоящему людей до каких-то царей президентов королев и королей да и потому что их вы те же самые историки которые при жизни или при их родственниках писали в основном конечно красивую лукавую ложь да о них какие они были хорошие на самом деле были возможно самыми гремучими деспотами и так во всем да но ни у кого практически нет сомнений что был тот-то король тот-то король тот-то царь тот-то царь да вот то же самое касается естественно истории церкви христианство по крайней мере как его не назови церковь конечно это слишком слова не оттыкают пихают во все что можно церковь это люди которые максимально стараются жить свято по заповедям иисуса христа неважно где они там собираются вместе собираются или их три человека по четыре трем к пусть четыре человека по четырем концам земли да это абсолютно не имеет значения церковь от тела христова в его тело входят веру те люди которые всячески пытаются светить святой жизнью грешному миру лежащему возле вот что такое церковь а вот историю так проще назвать христианство а лучше конечно я все называю псевдо христианство но можно и христианство назвать ее проследить достаточно легко пусть искажениями сложи с извращениями с наоборот приукрасами чего-то да вот потому что знаете тоже какие-то сказки рассказывать недостижимые потом люди думают что это там связь еще что-то в этом тоже нет ничего хорошего ли рассказать то чего не было на самом деле до думать тем самым там приукрасить нет и вот конечно же историю церкви мы с вами история христианства до буду поправляться что-то мне тоже приелась это именно история христианства конечно же мы ее видим где в канонических так называемых посланиях писаниях нового завета книги деяний в частности и конечно же в посланиях апостолов то есть книги деяний апостолов и послания апостолов мы все это можем уже начало зреть и конечно же вы знаете мое отношение слышали мои общения мои мои монологи на эти темы мое прочтение нового завета есть на канале христа любви были и чтение иных писаний я в отличие конечно от 99 процентов я не считаю библию словом божиим и что каждое слово там свято это первое второе в книге деяний в посланиях апостолов нам описано далеко не только святая жизнь я не верю в протестантский бред о том что человек приняв дух святой вдруг становится святым никогда не грешит не растет во христе да а просто дух святой настолько не знаю что он его делает поражает его волю что он и согрешить не может да или как они хоть чуть ли не из благодати ли он просто не хочет как же не хочет я говорю во первых той же самой книги деяний святых апостолов как называют ему действительно все кто максимум стремится их можно так назвать хотя книга названа просто деяние деяния апостолов уже очень часто любят добавлять это слово ну действительно первые христиане жили лучше чем мы сейчас живем да казалось бы хочется в это верить хотя игру даже даже из тех крупиц вот я почему говорю и специально вам начал сначала книги деяний уже там мы видим что далеко оказывается в христианстве или как пытаются сказать в церкви было мягко скажем не все гладко мы знаем с вами прекрасно это самый жесткий такой сильный аргумент что даже иисусу и его ученикам впоследствии ничего не получилось сделать с иудаизмом вы все этот факт налицо и он не субъективно это не мое мнение это объективный факт что что действительно поражает сражает и так скажем обезоруживает всех противников этого иудаизм в оконцовке и более того не то что иудаизм евреи в частности то есть вся нация она отвергла учение иисуса причем не прошло не то что столетия ведь мы мы считаем все даже даты которые мы имеем выше понимаете что мы считаем от рождества иисуса а он проповедовал грубо говоря в 30 лет до то есть даже 70 год который мы считаем кто знает 68 70 год разрушение иерусалима естественно в центре него этого храма соломона на котором как господь сказал камни на камне не останется это получается прошло всего лишь ну про пусть там 35 лет с 35-40 лет уже с вознесение иисуса то что это 70 30 оттуда 70 от рождества как бы его мы так считаем да 35-40 оттуда это вообще ничтожные цифры это даже человек еще мы понимаем что во времена разрушения иерусалима и храма соломона были живы возможную в основная масса апостолов да проповедников тот же самый молодой иоанн и как считается чуть ли не под сто лет умер если ему грубо говоря 15 60 15 16 было во времена иисуса когда он с ними ходил любимый то ученик его если он умер под 100 то есть это еще 70 лет 30 то есть как раз он умер в конце первого века до после еще 30 лет прожив после разрушения иерусалима и храма соломона конечно же книги деяния нам описанные грехи и все эти сказки проповеднику которые все там пытаются объявить что нет такого быть не может а если то что написано та же самая ситуация вы знаете с она не сапфиры сразу говорят что они не крещены были духом святым ну конечно сам петр скорее всего их крестил и они вдруг не крещены духом святым значит к самарянам он пришел и спросил а вы крещены духом святым они горят нет мы даже не слышали что из двух святой мы только иоанном крестение крестить а тут он у она не сапфиры не знает крещеным духом и нет это конечно вы знаете тут все зависит от аксиома которую мы кладем в корень всего потому что знает что такое наука есть аксиомы есть теоремы есть доказательства да вот аксиомы это те положения которые мы принимаем их невозможно не доказать ничего мы просто их принимаем как истину зависит но хотя они могут быть ложные потом очень часто многие аксиомы в науке разрушаются на их место занимают порой противоположные аксиомы да и вот на это аксиомы мы строим теоремы их доказываем посредством этих аксиом а теоремы по сути задачки да то есть мы делаем какое-то дано и уже это из этого дано делаем истину доказывая на основании этих аксиом и только вот какую-то аксиому положишь в начале и все сразу будет понятно твой кривой взгляд или нет ложь положите а все остальное будет ложное конечно же протестанты положили это лживое учение о том что все дух святой вошел в человек он там забормотал непонятными я даже не знаю языками не назовешь каким-то наборами фраз и слов и все он крещен духом святом он уже не грешит если грешит иисус покрытого благодатью это полно хине ничего общего не имеющие с учением иисуса христа но они это приняли и вся эта ложь через кривое зеркало через кривое стекло через мутное они все остальное так толкует криво извращают и так далее криво толкует и извращают книги деяния нам уже описаны не строение церкви тот же самый иерусалимский собор который собирался по книге я не в 15 главе послание апостола павла к галатам которые посвящено его мыслям размышлением и и призывом как раз то ли в преддверии этого сова собора то ли после там точно не понятно но естественно по духу своего послания по тому что там описано помните где он петру вас против петра выставал когда тот не поступал поистине евангельской то есть грешил да вот мы все это видим там мы уже видим эти настроения и мы видим прекрасно игру что это факт вообще что евреи отваливаются от иисуса не проходит как я говорю и ста лет но там дело даже не в ста летах не прошло и полвека и 50 лет они полностью отваливаются не принимают иисуса то же самое вроде как его принимают язычники но что происходит среди язычников среди язычников происходит то же самое кто не знает кто может впервые меня слушает или сам с этим не знаком давайте я вам кратенько набросаю кто не в курсе кто знаком с историей так называемого христианства да то есть иудеи отваливаются это очевидно евреи нам всем известный факт да учение иисуса полностью вроде как принимается язычниками начинает распространяться до краев земли что происходит в эти времена все мы все я думаю кто связан христианство знает о таком явлении как монашество или слова от мона один или от слова отделенный это очень важно тоже он именно так монах то есть отделенный или монашество отделение это очень важно понимать да там корень моно один то почему-то нас есть моно один монах да и у нас есть монастыри общежительные я все игры что абсурдность самого словосочетания, как может быть монастырь, общежительность подразумевается моно, один. И кто знает, в древности как раз монастырем называлось просто келье этого человека, жилище, усадьба, потому что человек действительно жил один. Он жил без семьи, без жены, без мужа, без жены, без детей. Поэтому все говорили, я пошел в свой монастырь, кто читал вот эти древние монашеские труды, там жития, они именно так и выражались. То есть монастырем называлось не общежительная вот эта вот община, где как сейчас там собираются и целыми деревнями там живут. Нет, монастырем называлось монах. То есть монастырь – это мой дом, я иду в монастырь. Это очень важно тоже понимать. От слова один. А само монашество, конечно же, ну и как и монах, это отделенный, он как бы отделяется, да. И такой и перевод, и толкование, естественно, этого слова. Откуда появляется это явление? Давайте немножко поподробнее, разберем по годам, кому интересно. Я постараюсь быть кратким, как у меня это получается, в моих понятиях, естественно. Вот. Но мне хочется всегда раскрыть тему более подробно. Кто знает, что христианство, естественно, было гонимо первые века. Его не принимали. Основное засилье язычества, того же самого иудаизма, естественно, христианство гонимо. Гонимо оно по той простой причине, что оно проповедует как раз истину, которая в любви ко всему Божьему творению. Эта любовь проявляется в делах. И эти дела всегда противились миру, противоречили миру, мирским делам. Начнем с того же самого убийства животных, патриотизма и так далее. О чем я сегодня, я это сейчас опять не просто так скажете, мне заело. Употреблю. И расскажу. И вот мы видим. Кто знает, что христианство становится, так скажем, негонимым. Это подписанный индикт императором Византии, нынешней Турции. Это неважно какой ты год. Я сейчас даже специально не буду точные года называть, потому что все это может быть лживо. Все это приблизительно и относительно. Но это, грубо говоря, четверть четвертого столетия. Это 300-325 год. Я специально возьму такой большой период. То есть ровно 300 лет. И то, я говорю, возьмите времена Иисуса, возьмите времена после его смерти и возьмем вот это, отдадим 50 лет первые все-таки еще попыткам евреев, самих, которые поверили в Иисуса, стали жить, стали христианами, стали жить по его учению Бога, пришедшего во плоти. Отдадим им это время до конца столетия. И возьмем, получается, до 300-го года тоже, предположим, не важно, 315, 16, 18, там кто какие даты говорит. Возьмем для округления 300-й год, что царь Константин, хотя я говорю, ну, в теории это позже, я специально не буду называть конкретные даты. Возьмем круглые цифры. 100 лет от Рождества Христова и 300 лет. Вот 200 лет христианство живет языческо, уже или как, ну, христианство из язычников 200 лет живет по учению Иисуса Христа. Кто знает, вот именно, что вот в этом, допустим, в этом 300-м году происходит, царь Константин, император Константин издает эдикт о том, что все христианство не должно быть гонимым. Что происходит после этого? Кто-то считает, что в этот момент появляется монаш. Это, конечно, огромная ошибка, потому что кто изучал этот момент, монашство появляется не с этим эдиктом. И так называемые монахи, именно так, и кто вот именно употребляет это слово «отделенные», «отделенные», которые стали почему-то от мирян, именно как бы тогда многие считают, что появляется слово «это миряне», «монахи», да. Конечно же, это не так. Но, вернее, слова «миряне», может быть, уже вот это входит как раз, да, потому что это религия, а через несколько десятков лет вообще станет религией государства, империей, да. Христианство, естественно, оно становится полностью липовым, и его прямо можно назвать псевдо-христианством. Поэтому те же самые православные, когда сгрызутся с католиками, вот такие, как я, смотрят на них сверху и думают, «Господи, вы вот насытись, да и ваша ортодоксия, которая тогда, как это первое слово появилось, потому что католики православные как бы были одинаковые, это была ортодоксия, вот, правоверие, так скажем, да, в истинного Бога, то уже она тогда стала псевдо-христианством, даже то православие, которое вы думаете, там, в третьем, в четвертом, с третьего века типа было истинным, это уже была полная ложь, уже стали извращать христианство так, просто до неузнаваемости. Все в угоду кому? Миру. Естественно, его правителю, императору и тем людям, которые ничего в своей жизни в сторону святости, истинной любви ко всему Божьему творению, менять в себе, вообще ничего не хотят, вот, естественно, под них стало подстраиваться христианство, потому что оно стало, что, общей имперской религии. Естественно, его надо было под угоду всем сделать удобным, потому что само христианство, оно, конечно же, неудобное. Почему монашество, конечно же, образуется не в этот период, потому что кто читал труды, тот прекрасно знает, что уже вот в эти второй век, назовем его, с сотого по двухсотый год, с двухсотого по трехсотый год, это уже, кто знает, есть такой великий святой, мной очень в свое время любимый, почитаемый, кто знает, у меня на канале на христолюбии есть его и житие записаны, и письма, мои послания, кто хочет, я думаю, может послушать, почитать, причем это записано чуть ли не 4 года назад уже, там 3-4, вы увидите немножко меня другим, вот, я специально не закрываю эти видео, я все равно всегда все просматривал с первых дней моего покаяния 10 лет назад, я все на все смотрел через призму Евангелия Иисуса Христа, вот, и пусть я там о православии, так скажем, более мягко отзываюсь, не смущайтесь, вы можете просто для общего образования если вам интересно, конечно, посмотреть, это величайший святой, как они сами его почитают, да, вот, хотя многие сомневаются вообще в его существовании, но мне как-то верится, что Антоний Великий жил, да, описывает его как бы другой величайший святой, но уже, правда, иерарх, да, церкви, Афанасий Великий, и вот этот Антоний Великий, конечно же, все его почитают чуть ли не самым великим, да, что в монашестве, что вообще, так скажем, да, вот, вот, при этом он был необразованный, ну, был, правда, богатым, вы скажете, история его похожа и на Будду, кто почитает, вот, поэтому, конечно, здесь может быть всякое приплетено, но кто хочет, я вот рекомендую, у меня есть на канале, это можете посмотреть, я думаю, для общего образования вам это не повредит. Его жизнь действительно, понятно, само монашество, кто знает, я как таковое отрицаю, многие вещи, которые там придубали, все это понаплели, начиная с того же самого, что эти люди не светят миру, да, не проповедуют, не благовествуют, вот, вы знаете заповедь Иисуса, там, протестанты называют великим поручением, и действительно идти проповедовать, ну, конечно же, прежде надо самому жить, вот, но справедливости ради надо сказать, вы все прекрасно знаете, я об этом много раз говорил, мы видим это в Евангелии, все мы проходим пустыню, просто, к сожалению, у некоторых или эту пустыню превращают почему-то, да, вверх совершенства, но из этой пустыни человек, когда победил себя, победил мир, должен выйти, конечно же, вот, и почему-то в монашстве придумали, что оттуда выходить не надо, это и есть верх святости, вот, но вы знаете, уж лучше, конечно, в пустыне остаться, чем остаться, как я всем говорю, при Иордане, вот такими вот фарисеями, книжниками, порождениями ехидны, которые крестятся люди и ничего в своей жизни не меняют, уж лучше действительно, как кричал им еще Анкреститель, то лучше уж действительно креститься, уйти в эту пустыню, пусть стать святым, так скажем, в этом понятии, что хотя бы отречься от греха, от мира, вот, служить там, может быть, двум братьям, которые от тебя там в километре живут, и на этом действительно тоже хотя бы жизнь свою изменить, да, от греха, если ты там какие был, все изменить, ну, и стараться любить пусть хоть тех людей, которые тебя окружают, в том числе и зверей и так далее, вот. Благодаря этому Антонию, тому же самому, и подобным, конечно, записям, кто все это изучал, в теории возьмем, пусть там тоже приблизительно, годы жизни Антония, так их тоже округлим, это как раз 200-300 год. То есть вот этот период, то есть первые, первые 100 лет, вторые 100 лет и третьи 100 лет, первые мы с вами сказали, мы опускаем, потому что это 30 лет жизни Иисуса, юности, отрочества, пару лет его проповеди, я говорю, отдали мы, грубо говоря, 70 лет под этот иудействующий христианство, которое пытается заквасить своих же братьев из погибших овец стада Израилева, ничего этого не получается, да, вот. Сто лет мы пропустим сейчас, и вот благодаря этой третьей трехсотке, с 200 по 300 год, я говорю, я беру Антония Великого как самый яркий пример, как всем известный, как его житие описано таким же, как они почитают великим святым Афанасием, великим пресвитером, я уже забыл, если честно, какой антиохийской церкви, или кто он там был, ну где-то там, Африка, значит, Антиохия, где-то что-то этого, я уже все это, конечно, подзабываю, потому что я же не практикую это, не рассказываю об этом, да, сам уже бросил все это там читать, перечитывать давно, вот, ну кто меня знает, в чем-то может и даже меня поправить, но так я с этим, кто знает, хорошо знаком, вот. Что мы видим по Антонию Великому? Он слышит там, как говорится, в церкви голос там, пойди продай, призыв того же самого пастыря, принимает его к себе, пойти продать все, раздать нищим и уйти, он был богатым, все раздает, да, и уходит. Куда он уходит, мы видим? Мы видим, что он начинает ходить по людям, по каким? По отдельно живущим, то есть он начинает сначала в городе жить, потом он видит, что есть какие-то более люди умные, разумные, более высоких вот этих пониманий, они почему-то живут все дальше и дальше от города, живут отдельно, живут просто, работают, живут и вот так вот подвязаются, так скажем, да. Он начинает по ним, он сначала учится, он молодой парень, он юношей уходит в 16-20 лет, пусть неважно, я говорю, можно там всему верить или не верить. И он начинает от этих, то есть мы видим такие вещи, да, оказывается, такие люди уже есть. Антоний не первый там, как его говорят, там первый из монахов, нет. Мы видим, что он, причем он сначала, я говорю, в целом прямо он в городе живет, в своем доме, потом продает, там тоже еще живет, потом он подальше, кто, я говорю, читал, тот знает, о чем я говорю, ну или сейчас вы мне вынуждены доверять. Он все дальше и дальше уходит, уходит еще к одному, и где-то там по двое, по трое живут, где-то это более там, ну да, я говорю, знаете, как есть лачушки на краю деревни, там подальше, подальше, как едешь, кто, я говорю, в деревнях живет, тот знает, есть центр, есть дальний, а есть вообще какие-то там, а есть где-то вообще чуть ли уже непонятно где, но почему-то дом стоит, не пришей ни к чему, вот. И он вот идет по таким людям. В оконцовке, кто знает, жизнь Антония доходит до того, что он живет в пустынях, прячется, убегает там от всех, естественно, по нескольких десятков лет пребывает в полном уединении, правда, под конец своей жизни он выходит светить вот таким вот, вот. Мы уже видим в его времена, так скажем, вот эти общежительные монастыри, я говорю, ну это абсурдность. Не монастыри тогда, а были места, где целыми, так скажем, эти вот отделенники, монахи, удиненники, они начинают такими, да, они начинают именно общинки создавать уже где-то подальше в пустыне. Вот, то есть мы видим, что само это отделение, оно произошло не в третьем веке, не в четвертом веке, там, я говорю, в первой четверти четвертого столетия, 300-325-й год, а намного раньше. Если Антоний Великий уже по ним шел, значит, все это было вот от сотого до двухсотого года, уже люди стали как-то немножко разъединяться, далеко люди жили не в городах, да, кто-то имел возможность, кто-то нет, это понятно все. Вот. Кто знает писания этих веков, вторых, третьих веков, кто изучал эти вопросы, тот увидит удивительную вещь, что эти люди, так называемые отделенные монахи, еще пока церковь единая, пока она еще гонима, эти люди почему-то никогда не едят мясо. Это очень важный момент, который я сегодня опять упомянул и очень хочу показать. Почему эти люди начинают уединяться и они живут не так, как все? Задумайтесь об этом. Они не едят мясо, они не едят рыбу, они не едят молочные продукты. Они питаются одним хлебом или каким-то видами там овощей или фруктов, причем зачастую, которые растут вокруг них, что вот зачем питаться хлебом, если он далеко, то есть получается ты сам себя обманываешь, ты вроде как пытаешься что-то там добыть, если вот оно вокруг тебе. То есть они питаются тем, что возможно рядышком, но это всегда хлеб и овощи, фрукты, все. И то достаточно скудно, что в количестве, что в качестве, то есть лишь бы просто подкреплять свое тело. Ни о каком мясе, кто знает выражение монахов, монах мясо да не ест. Тот монах, не монах, если ты ешь мясо, это классическое, это жесткое требование всегда было этих отделенных. Они никогда не участвуют ни в каких войнах. Ни патриотизм, монастыри, естественно, вот эти вот отделенные эти избушки, палатки, не важно, что там на востоке, в Африке, тогда все это там было, тоже строили в Израиле, здесь чуть ближе, уже потом на восток, пусть это даже Европа, там тоже это все один в один делалось, кто знает, там тоже были свои эти монахи на западе, так скажем. Но они пока идут, так скажем, в одинаковом духе, у них нет никакого оружия, у них ничего, кроме там граблей, лопат, чтобы возделывать там землю, заступ какой-нибудь, чтобы вот именно сеять, это растить, этим питаться, плетут там корзины, переводят книги, делают какие-то рукодельные вещи, да, что-то, и этим зарабатывают, питаются или что-то выращивают еще дополнительно. Они никакой войны, у них никакого оружия нет, они никогда не участвуют ни в каких войнах, они никогда не проповедуют никакую любовь к родине, ни патриотизма, ничего подобного, они никогда не вступают ни в какие драки, не участвуют, не ходят на какие-то зрелища там гладиаторские, у них не то, что ударить человека, считается, это все, это не то, что ударить не можешь, ты толкнуть не можешь человека. Почему мы видим все это в ранних христианах? Так как церковь еще гоним, они никогда не общаются с властимущими. К Антонию Великому пишет император, и он не принимает его. Он по уговору лишь тех, кто при нем были ученики, что уж это уж совсем невежда, как бы нам себе на голову неприятности нажить. Причем император пишет о просьбе увидеться с ним, прийти к нему, и Антоний Великий отказывает императору. Причем отказывает достаточно грубо. Никогда монахи никаких общих дел не имеют с властимущими, никогда им не потворствуют, не целуют им туфли, не лебезят перед ними, не смотрят на их лица, всегда живут по правде, честно, скромно и так далее. Все мы это видим, кто читал эти первые писания, там все это на жестком уровне. Причем что в жизни, что на словах. Я сейчас не превзношу, там тоже разные были, там точно так же были плачи монахов о таких же горе братьях, да. Но они хотя бы стараются и в ихнем учении, в тех великих, которые были, эти учения сохранялись, и принципом жизни исполнение было заповеди Евангелия. Именно что ты должен жить так, ты должен всячески приложить усилия, чтобы постараться так жить. На этом была сконцентрирована их основная мысль. Что мы видим, когда происходит вот это вот подписание Константином этого Эдикта? Многие, может, не понимают, почему я сегодня об этом говорю. Я закончу, вы дослушайте до конца. Я хочу вам некие вещи на опыте истории просто показать и, естественно, в конце сказать о себе и какие-то мысли, которые я хотел донести. Но эту всю предварительную историю я хотел вам повествовать, да, рассказать. Когда царь Константин подписывает этот Эдикт, как его называют, да, о том, что христианство становится снегонимым, не надо их резать, убивать, сжигать на кострах, бросать в арены гладиаторские к альвам или гладиаторам, вот, которые из них ватрушки делали и отбивные. И что происходит? Монахи уже есть. Более того, когда они это делают, появляются так называемые монахи-иерархи. Если раньше монах, игруя, рядом не сидел, можно сказать, с властьимущим, да, с царями, князьями и так далее, то когда, конечно же, был принят этот Эдикт, тогда в истории действительно произошел сильный раскол. Потому что в христианство повалили все, кому не лень. Неважно, как считается, принял там Константин или нет это крещение. Факт остается фактом, я говорю, не будем сейчас точно в цифры вдаваться, в года, кто, когда спорить о том, принял ли Константин, что за ним стали там приниматься другие и так далее, да. Мы это все прекрасно понимаем. Тут, что это все было, имеет место вопрос только в годах, во временах и сроках, да. Но это не имеет никакого значения. Мы хотим с вами узреть истину, а истина, она вот в этой общей. Что происходит? Конечно же, люди начинают переодеваться. Язычество, иудеи, то же самое. Люди крестья из-за того, что это угодно, да. Конечно же, когда потом она становится, христианство вообще имперской, да, государственной религией, тут уж валят туда все подряд. И вот эти вот монахи, действительно, это люди, отделяются в отдельный, можно сказать, социальный класс. К сожалению, конечно, вот это вот блуд с миром, с царем и с государством, христианство, конечно же, чего не делал Иисус, не проповедовал, не делал. Конечно же, это явилось катастрофой для, так скажем, последнего христианства, что было. Потому что христианами стали все, кто угодно. Вот так же, как и сейчас он знать не знает. Пойдите в православную церковь, спросите, сколько людей читало Евангелие. Ну, в городском храме, может быть, вы наберете, не знаю, от 10 до 20 процентов и того. Ну, может быть. В деревенском вы и проценты не наберете. Это кто Евангелие читал? Я уж молчу, там, про Новый Завет, про Библию. Туда, конечно же, валят все подряд. Христианство, в принципе, в этот день, так скажем, назовем образно, оно умирает. Монашество якобы отделяется. Это те люди, которые не хотят ничего общего иметь с этими людьми. Они действительно начинают называться по-другому. Их уже именуют монахами. Их уже именуют другой кастой. Появляются миряне, которые ни в Евангелие не знают, ни во что не ставят. Но крестятся, обручаются, исповедуются, причащаются. Они языческие обряды все совершали. Но тут другие обряды. Для них не имеет значения, что совершать и какому Богу, что там носить. Конечно же, христианство, которое мы видим до этого катастрофического дня, мы видим, смотрите. Как вы думаете, какой царь бы принял христианство, император, если христианство было антипатриотично? Вот скажите мне, пожалуйста, как царь мог принять эту религию? Вы помните, что говорили первосвященники, вот эти вот, и все книжники, что, говорит, смотрите, весь народ идет за ним. И если, говорит, весь народ пойдет за ним и за его учением, а он проповедует, не брать ни мечей, всем подставлять щеку, о, говорит, придут римляне и овладеют нами. Так они и так были под римским игом. Что имели в виду первосвященники? Потому что кто знает, что такое была Римская империя? Она не пыталась всех под себя подмять, там, всем изменить традиции, там, обряды, одежды. Да нет, они говорят, пожалуйста, живите. Вы там евреи, иудеи, живите, как вы жили. Вы только налоги платите, в армию своих сынов отдавайте, лучших умов к нам отправляйте. Это в любом, вон, русских, пожалуйста, война войной. А всех специалистов любой готов переплатить, чтобы перекупить этого русского специалиста. И так наоборот, мы американских и так далее, да. Рим делает то же самое. Без разницы было, что вы там, какому вы там, яхватит, вы молитесь, вы живите. Налоги платите в общую кучу, и чтобы армия была. Потому что что нужно государству? Деньги и власть, все, сила, которые эти деньги защищать. Все. Вы скажите мне, пожалуйста, мог ли царь Константин принять эдикт, а затем его там пусть внук сделать? Ну, понятно, там не в один день же все это прошло. Я специально не называю всех этих императоров, не хочу сейчас Феодосия трогать. Кто знает, тот знает. Я почему молчу? Потому что я говорю, все это можно спорить. Кто там, как там, когда. Ну, кто знает, события эти имеют место быть. Сначала принимается эдикт о том, что хотя бы сделать христианство не гоним. И потом она становится через несколько десятилетий имперской религии. Вы скажите мне, пожалуйста, какая империя примет христианство, которое антипатриотично? Ведь все христиане, которые в 70-й год происходит вот это вот разрушение Иерусалима, кто знает, я же о нем несколько раз упоминал, а вы знаете, почему оно произошло? Но кто меня слушал, знает, кто сам, может, интересовался. Именно потому, что иудеи все-таки взбунтовали, с чего они хотели и ждали от Иисуса. Вырезали весь гарнизон римский и отпали, так скажем, от империи. Ну, как всегда, выходят из-под ее управления. И, естественно, император посылает войско, сына своего с войском, и они, естественно, камня на камне там не оставляют. Кто знает, исторические документы, там не было христиан в Иерусалиме. Они все ушли по слову Господню. Они никогда не защищали свое это так называемое отечество и храм Соломона. Казалось бы, чего им еще святей-то защищать-то? Те иудеи, те евреи, которые поверили в Иисусу, его учению, оставили все это и ушли проповедовать Евангелие по всей земле. Разве мог Константин принять такое учение? Нет, конечно. Конечно же, Евангелие до нас дошло в искажениях. Это однозначно. Патриотизм, убийство животных, веганство, вот это. Конечно же, все это искоренили. Кто знает, кто изучал эти документы, кто читал другие труды, того же самого Тертулиана и так далее, они все писали, что христиане мясо никогда не ели. Не убивали животных, проповедовали любовь ко всему Божьему творению. Как царь принят мировую, имперскую, ну мировую, может сказать, имперскую религию, в которой нельзя есть мясо. А как же будет империя жить-то? Как, скажите мне на милость. Люди похотливые, алчные, жадные. Как они будут это делать? Как он будет в армию набирать и держать свою империю, его без палки и на этой земле ничего не держатся. Как он будет делать? Конечно же, христианство исказили как можно только. У меня нет никаких сомнений, что рука их не добралась, конечно же, и до Евангелия. Потому что, когда принимается, кто знает, я говорю, вот этот период происходит блудодейство между церковью, между христианством и князем мира всего известно, кто. Все это блудодейство с сатаной, со всеми этими императорами, князьями, всем его двором и так далее, и так далее. Конечно же, появляются эти верхушки. И это не сливки, это не святые как раз отцы, которых там именуют 3-4 век. И Анзлатоуст это те люди, которые стали блудодействовать как раз. Несмотря на все писания Анзлатоуста, они начали блудодействовать с этими царями. Они сделали, они согласились на этот блуд. Они сделали христианство мертвым, вот этим, религиозным, государственным. Естественно, все они оттуда подмазали. И у них выхода не было. Все стало в их невласти. Кто знает, все соборы, все соборы, первый собор и собирается императором, и все дальше. Это не по желанию было церкви, император. И по его указке делалось то-то, то-то и то-то. И все это принималось. Там точно так же подкупалось. Все эти святые отцы стали продаваться, какие бы они там ни были. Монахи, они живут лучше, мы знаем, прекрасный мирян. Резиденции, машины, квартиры, миллионные счета. Все как в современном мире. И все это, конечно же, умерло тогда. Это последние зачатки христианства. Поэтому кто там с ортодоксией насытся, с первыми днями ортодоксии. Это, конечно, не жаль этих людей. Они находятся во лжи и эту ложь проповедуют. Тогда умерло последнее, так скажем, истинное учение Иисуса Христа в свободе которой. Я говорю, у меня нет никаких сомнений, что искажали Евангелие, что везде, где Иисусу понаприписали, там даже эту рыбу. Мы прекрасно знаем, что Иисус просто говорил, дайте ей есть. На костре лежала еда на углях. С чем мы взяли, что там лежала рыба? Если он сам говорит, есть ли у вас какая еда? А они говорят, нет ничего. Он говорит, забросьте, сейте. Они там рыбу поймали. И только они появились на берегу, вышли. Он говорит, придите, ешьте. Что там было на кострах? Кто сказал, что это все переписали, все поподменили нам, конечно же, потому что такая религия никому не угодна. Нужна удобная религия для мировой империи. Удобная религия, которая легко будет жить. Конечно же, в это время, я говорю, во-первых, происходит уже явное разделение официальное. Во-первых, я говорю, от мирян эти монахи уже реально становится социальным слоем, кастой, как хотите. Именно эти люди. Конечно же, верх этих людей, как раз те люди, которые на простом, низшем уровне, которые просто от чистого сердца хотели жить по Евангелию, начинают отделяться от этого мира. Они видят искажения этой религии. Возможно, я не сомневаюсь, нам не описаны эти гонения. Точно такие же, кто знает свежие документы. Посмотрите, что устраивала католическая церковь. Не с еретиками, а с теми же самыми протестантами, когда, да, люди решили отделяться. Какою палкой они решили их вернуть? И что они с ними делали? И как они им угрожали? И что приводили в исполнение? Посмотрите, что делала так называемая православная церковь со старобрядцами, как они их сами называют, которые решили отделяться, когда первый патриарх Никодим решил там новшество вводить. Посмотрите, что они делали. Посмотрите, что всегда делают неугодной псевдоцерковь с неугодными своими чадами, имея власть, имея блуд с правителями. У кого власть в руках? Посмотрите, что они делали. И то, что, конечно же, этих всех христиан, и когда даже изменяли Писание, что их всех уничтожили, у меня нет никаких сомнений в этом. Потому что я говорю, посмотрите, что делала по свежим примерам более... Потому что 2000 лет назад мы уже не доковыряемся, все подчистили за года, все подмазали. Посмотрите, 16 век, рубеж 15-16 веков, 1600-е года. Потому что у нас это одинаково происходило, что в Европе, что у нас земля круглая, по всей земле все одно и то же происходит. Посмотрите, что было в католической церкви, что было в так называемой Восточной церкви у нас на Руси. Все то же самое. Там уже в Турции все умерло давно. И у вас откроются глаза. То, что этих первых христиан стали уничтожать, конечно же, нет никаких сомнений. То, что все стали извращать, нет никаких сомнений. Кто-то остался по страху, еще себя не выдавал особо, все равно шел на какие-то компромиссы с этой властью. Естественно, какой-то был найден консенсус, вы там живите отдельно, не трогайте нас. Нам это удобно, нам это нужно, нам нужно извратить христианство. И эти монахи стали действительно уже закрываться. Если я говорю, вот эти первые, кто знает, это не были никакие закрытые монастыри. Кто мог жить один? Кто-то вот так друг у друга вокруг этих супер-гуру, супер-учителей, святых отцов, так называемых, кто-то ушел в пустыню. К нему ученик приходит, возьми меня, отец, хочу научиться святой жизни, он говорит, пожалуйста, строй себе келью, монастырь, живи рядом. И они вот так, как клоповнички, они никогда не огораживались, у них не было никакого города, огражденного со стенобитными орудиями, не было этого никаких, естественно, первых монастырей. Этот монастырь вообще называлось кельей или жилищем одного монаха. Ну, максимум, если он старенький бывал уже, ему прислуживал ученик, за ним ходил там, да, от него назидаясь, ну, это уже другой вопрос, это действительно норма. А так, пока мог, каждый старался жить до последнего один. И максимум, когда они вот так, там, в пустынях целые такие грибочки, грибницы такие были, они понастраивали, жили друг рядом с другом. Или иногда там, как говорят, на расстоянии брошенного камня, то есть, или вот так там, но все равно видно было там, Вась, можно было, что, все нормально, все нормально. Ну, живет каждая свою жизнь, ничего не слышит, ничего не видит, молится там, все это и так далее, да, работают, своими делами занимаются, эти корзинки плетут, кто что там, веревки, кто по образованию книжки переписывал, переписчиками были, вот. Конечно же, тогда нам все это времена уже все подмазали, все сокрыли, потому что делать это, конечно же, под властью государства, какая еще может быть идеальная палка, да, идеальный инструмент. Почему мы видим, что все это было неудобно? Почему мы видим второй-третий век такой контраст? Я говорю, они не убивали животных, они ели простую пищу, только овощи, фрукты и, кто знает, я говорю, хлеб, все там, воду, ну крупы, все это понятно там входит, кто читал ихнии писания, тот удивится. Они никогда не служили в армии, они никогда это не проповедовали, они были против всякого оружия. Власть, то же самое, никогда они перед ними не лебезили, никогда они ничего не делали, они были вагонимы этой властью и они к ним относились, так скажем, точно так же в плане того, что они не пытались подстроиться под них. Да, пришел мой час, они отдавали даже своей жизни, отдавали одежку, когда с них сдирали, жилища уходили дальше, они по заповеди Иисуса бежали, где их гнали и все, не пытались урвать и взять свое. Конечно, потом все это тоже покатилось, монашество превратилось неизвестно во что, естественно, рыба с головы гниет, эти иерархи полностью сблудили и продались миру, поэтому ничего хорошего там уже нет. Естественно, я как вам сказал, и до 300-го года плакали некоторые так называемые святые отцы, а тех даже кого они видели в этих пустынях, и потом плакали, да, вот, но действительно, даже потом, даже потом, в третий вот этот, четвертый виг, почитайте Ава Дорофея и Анна Лесточника, самых таких известных ихних, да, причем не именно таких ученых, богословов, да, хотя вот эти, кстати, ну, кто знает, я это и хорошо знаю, понятно, это, кстати, Ава Дорофея и Анна Лесточник тоже были из богатых семей, образованные, но неважно, они не были иерархами, вот, они не лезли в эту политику, почитайте их труды, да, вся жизнь сконцентрирована на исполнении заповедей Иисуса, на любви, на добре, на терпении. Я говорю, ничего они ни в коем, какое мясо, какое убийство животных, какое молоко, какая рыба, все, хлеб, сухари, либо свежие, либо сушеные, потому что уходили надолго, овощи, если сами выращивают, фрукты из какие есть, или можно выращивать, или где-то живешь, где это растет вокруг, или можно возделывать, там, да, все, вот так они делали. Вино, кстати, они пили, вот опять живой пример, тоже это тем камень, кто все пытается вино подгрести, там, под виноградный сок или еще что-то, нет, вином монахи пили, но говорили то же самое. Одна, две, все, третья чашка предела, как бы, говорит, в тебя сатана не вошел. Подобные вещи писали, или если тебе нельзя, если в тебя сатана с первой входит, тебе вообще нельзя. Я все это читал, я все это изучал. Ну, в общем, поговорил, рассказал немножко, что хочу сказать о себе. Вот я когда тоже проповедую, общаюсь, вы знаете, особенно когда очередная моя проповедь о любви к животным пошла, конечно же, как я сказал, я потерял 90%, как я и пророчествовал, что так произойдет, так и случилось. И вы знаете, меня, меня стали тыкать, чем только не тыкали. Я сегодня хочу на одном тыкане обратить внимание, это о том, что мне, конечно же, тыкали, что я проповедую любовь к человеку и вот не люблю к человеку. Я уже несколько роликов тоже записал, вы их слышали, я сказал, что слушайте, а какое право вы имеете ложить на чашу моих весов передо мной, то, что вы убиваете животных, что я должен между этим животным и вами выбирать, какое у вас, какое право вы себе взяли так делать. Меня стали обвинять, что я вот отделяюсь, я рву, я порвал почти с 90% с тем, с кем я общался, можно сказать, даже я порвал, да. Я сказал, слушайте, дорогие мои, я не хочу такой их отношений. Вот это не судьи там любят, да, не любовь, ты вот рвешь, отделяешься рда, слушайте, вы знаете, почему я должен выбирать, вы убиваете животное, вы его мучаете, почему я должен стоять в сторонке молча и гладить вахт по головке, я вот это выгу понять не могу. Кто вам дал это право укорять меня в этом и делать ультиматум, что я не люблю вас только потому, что я не хочу с грешником, действительно, в таком плане, который называет себя праведником, не грешник, который, я говорю, ему дофейник, да, я жру, мне пофигу, я и не христианин, и никто. Конечно же, я отделяюсь, а как вы хотели? Вы знаете, это отделенность, я говорю, я ни от кого не прячусь, я ни от кого не бегаю, но я и не собираюсь зло называть добром, черным, белым, горьким, сладким. Иисус, когда говорил непонятные вещи, мы с вами помним прекрасно о том же сами хлебе с небес, и от него хотели отойти, он не то, что за теми не побежал, которые от него отошли, он ученикам своим предложил отойти. Он говорит, а вы не хотите ли отойти? Я говорю, ну у Петра и у некоторых, видимо, хватило ума, да, несмотря на то, что они тоже ничего не понимали, тоже соблазнялись отчасти в уме своем, естественно, что они тоже это все не понимали, но сказали, да, что ну ты имеешь глагол вечной жизни, куда нам еще идти? Когда Иисус предлагал богатому человеку продать все и последовать за ним, взяв крест, и тот с печалью отошел, Иисус не побежал за ним, они отделились друг от друга. Мои проповеди не праздные, мои видеозаписи они не театральные, я не записываю их для того, чтобы посмесить или повеселить вас. Или просто от того, что делать нечего, полоскать ваши уши. Нет, мои проповеди это прямой призыв к святой жизни, к исполнению заповедей, которые в любви ко всему Божьему творению. Я говорю, слушайте, вы почитайте, что у меня написано в описании каналов, во всех предисловиях в моих соцсетях. Написано, что я Кузнецов Дмитрий, христианин, исповедующий, живущий, проповедующий учения Иисуса Христа о любви человека к человеку и всему Богом сотворенными. Откройте, кто ни разу не смотрел описание этого канала, любого из моих каналов. Я говорю, мое предисловие, я так себя позиционирую, не только к человеку, а ко всему Божьему творению. Если ты не хочешь исполнять Божьи заповеди, истину, любовь свою проявлять ко всему творению, ты мне не друг, не брат и не сестра. Я могу с тобой пообщаться, я могу тебе помочь, когда ты, и я даже не просто могу, я помогу тебе, как мне заповедовал Иисус, и по любви к человеку. Потому что ты именно жизнью и лишений никто не достоин. Хотя ты сам ее, возможно, лишаешь кого-то. Господь сказал, ну правда это и Павел сказал, но я, Господь сказал, люби врага в делах, благотворите. Я просто скажу слова апостола Павла. Я, конечно, не люблю вот так говорить, что Иисус сказал, цитирует Павла. Но просто у Павла бывает тоже, есть тоже красивое и правильное выражение. Враг твой голоден, накорми его, жаждет, напой его. Да, я сделаю это. Слушайте, но сидеть за вашим столом, где вы свинячью голову бросаете на нее, окровавленную, зачем мне это надо? Вот это вот отделение, я считаю, правильным. Иисус не говорил, что ты будешь годами ходить в грехе. Грех оставить очень легко. Если ты не оставляешь грех, значит, ты любишь его. Ты любишь убийство. Патриотизм. Иди убивай тогда. Я против патриотизма. Родина какая-то. Тут начертили, тут границу. Да вся земля Божья. Крым наш, Крым не наш. Да мне вообще без разницы, чей он. Он Божий. Крым не ваш, не наш. Это наш, это не наша. Тут границу отчерстят через сто лет, а то и через два дня перенесут на другую, на два метра. И теперь эти тебе враги. Да мне какая разница. Я говорю, пусть и китайцы, и африканцы, пусть хоть все тут засели. Да пусть живут, и работают, да и наслаждаются жизнью. Я просто не понял, это вообще что такое вы проповедуете? Так что вот так вот. Я говорю, и мое, конечно, отличие. Мне нельзя сказать, что я вот такой вот монах. Я вообще был против меня, кто только не пытался, во что только не записать. Я говорю, нет, я и не то, конечно. Хотя я свою пустыню прошел. Я говорю, в принципе, проходят все люди. Причем, если ты действительно имеешь возможность по плоти в нее уйти, и по плоти хорошо в нее уйти. Много там чего о себе узнаешь. Вопросов нет. Но нет возможности. Человек семейный, о чем-то имеющем заботу и попечение в жизни, но это не твое, по плоти не получится всем, как у Иисуса уйти, как я это попробовал. Но потом все равно из нее надо выйти, надо светить, проповедовать. Я живу и так среди мира, конечно, среди грешного мира, лежащем во зле. Кругом много насилия, страданий, злобы, ненависти друг к другу. Она, естественно, проявляется в словах, в делах. Я половина, конечно, не могу смотреть. Я говорю, благо живем в 21 веке в мире интернета. Не как раньше телевизор включишь, не знаешь, куда тыкнуть. Выбора нет. Сейчас можешь потреблять то, что тебе нравится. Хотя бы можешь себя отстранить от многого. В жизни то же самое. Понятно, у каждого человека есть своя какая-то зона комфорта, дом, квартира, речка, поле. Но это не говорит, что моя любовь к вам должна проявляться, что я должен на все зло, которое вы творите, я должен соглашаться. И кивать по головке, да, и не трогать эти темы. Если мои проповеди вас облючают, вы грешники. Если не хотите расстаться с этим грехом, вы любите грех, вы не любите Иисуса. Вы поете песенки о любви к Иисусу целыми днями, а по делам его не поступаете. Поэтому в этом отделении я не вижу ничего плохого. Более того, наоборот, я сам его проповедую. Вы знаете, Царство Небесное, это не будет Царство Небесное лицемеров. Мы будем такими, каким мы есть. И эта жизнь нам дана не для того, чтобы здесь подмазаться, знаете, сидеть друг другу, улыбаться, да, а за спиной нож держать. Царство Небесное, это то место, где люди все познают истину, конечно же, и согласятся по ней жить. Вот и все. И здесь мы должны соединяться, естественно, друг с другом, не лицемерие. По какому-то вопросу пошел конфликт, да, лучше расстаться, действительно, чем согласиться с грехом. Если ты это сегодня почитаешь грехом, как ты будешь жить? Мы должны тянуться друг за другом, тянуться к свету. Это да. А не принижать друг друга. Это очень важный вопрос. Очень важно. В том же самой ортодоксе, многие, может быть, известно, да, не ненавидь человека, не ненавидь грех. Вот именно. Но только человек с этим грехом связан. Поэтому, когда мне говорят, ты там судишь, я говорю, я никого никогда не сужу. Я не пытаюсь проповедовать, чтобы мы закон об убийстве животных в закон привели, чтобы людей за это сажали, даже за эту курицу. Потому что все это должно быть не из-под палки. Вы должны сами прийти в это состояние. У вас, значит, нет любви. Вы должны свое сердце растопить. Чтобы у вас появилась любовь к каждому комарику на земле. Поэтому я вас не сужу. Потому что если бы я ратовал за такой закон, я бы хотел, чтобы вас осудили под нему. А значит, это я вас сужу, потому что я этот закон проповедую и утверждаю, а может быть и в действии могу исполнить. Хочу, чтобы у меня была власть вас действительно судить и наказать. А я этого не хочу. Но я и участвовать с вами в грехах тоже не хочу. Поэтому я отделяюсь, да. В этом плане я отделен. Я не хочу участвовать в грехах. Зачем мне это надо? Я не лицемерю перед вами. А как раз говорю, слушай, дорогой, ну покайся, зачем ты согрешил? Да мы, если с вами, вот я с кем-то из вас буду идти. И я при вас погрешу. Может разгневаюсь что-нибудь. Мы будем ехать вместе в маршрутке. Мне на ногу наступило. Я сказал, слышь, идиот. И ты мне, брат или сестра христиан, говоришь, Дим, ну что это, это ж не по-христиански. Да я покаюсь тут же и попрошу прощения. И у того, у кого сделал, и у тебя, и еще и устыжусь от того, что я христианин, будучи так поступил. Или что? Я христианин иду, так хоп, рука потянулась, стащил что-нибудь с прилавка. И мне брат сказал, я говорю, да ладно, отвали, что ты там, ну подумаешь, своровал. Да я такого понять не могу. Я говорю, и для тех, а почему, а с теми, с кем я особенно расстался сейчас после очередной этой проповеди любви к животным, да я вообще, говорю, ни грамма не жалею. Чего мне жалеть? Кого я потерял? Я запишу скоро проповедь опять, я тогда говорил о трех уровнях любви. Я, вы знаете, я каюсь, я забыл одну, одну, одну группу людей-то. Есть любящие любящих, есть любящие посторонних, ближних, есть любящие врагов, а я забыл о самой низшей ступени, это которые не любят любящих. Эти люди, если любящие люди, любящие, Господь сказал, что они грешники, значит в аду, где будут те, которые не любят любящих, их животных, тех же самых. Это где они? На последнем круге ада там лежат? Или где они? Я забыл про эту группу. Вот так вот. Так что это мое отделение. Я говорю, вы знаете, я как Иисус вам говорю, вольному вольну, свободному свобода. Вольному волю, свободному свободу. Я никого не держу. Я призываю исполнять дела истины, любви. А вы что? А меня еще тычут за это? Уж извините. Вам меня забить в этот раз, как в прошлый раз, когда я на год решил оставить проповедь, не удастся. Не хотите? Я говорю, я с вами не хочу ни общаться, ничего. Пойдите, научитесь. Милости хочу сначала, а не жертвы вашей. Песенки вы там поете Иисусу. Да пойте сколько угодно. Кровавыми устами там восхваляете его. И руками. Ничего вам, никакие песенки эти не помогут. Они не изменят ни капельки сущность вашу. Ни на грамм совершенно. Вот так вот. Поэтому вы знаете, тут я уже что раз говорил фразу. Еще буду говорить, сакра друг, а истина дороже. Да, я отделяюсь. По плоти я от вас отделяюсь. Не хочу я не общаться. Я не хочу эти темы обсуждать. Как это хорошо, как ничего страшного. Да, у кого на севере холодно, у кого еще. Спрашиваю, ты что на севере живешь? Ты мне чуть ли не с Африки пишешь. Но это я же рассуждаю. Я говорю, ты рассуждая себе. Ты-то убиваешь, ты не на севере живешь. Пусть позвонит мне с севера, я с ним поговорю. По-другому. Ты-то с Африки мне звонишь. Тебе что заставляют убивать? А он мне там люди на севере. Я говорю, тебе до этого какое дело? До этих людей на севере. Ты за их, что ли, грехи будешь отвечать? Ты за свои сначала ответь. Так что вот так вот. Ни на грамм не жалею. Гнев мой праведен. Причем ни на кого из вас, я говорю, меня обвиняют в суде. Кого я сужу? Вы сами себе судите. Вы сами такими. Я к вам любовь проявляю, за которую спасибо мне сказали. Потому что вы чем раньше это осознаете, покаетесь, изменитесь. И вот тогда будет мир и любовь настоящая, искренняя. Потому что вы изменитесь. А это никакое не небесное царство. Придумали этот бред, что я здесь могу жить, как хочу. Ешь, пей, веселись, душа моя. А там я потом буду с Иисусом. За то, что я сейчас пою ими, видишь ли, песенки. На гитарке, на баянке. Ничего подобного. Ложь на лжи ложью погоняет. И вы обманетесь. Обманетесь. И будете, как Иисус сказал. Я вам говорю словами Иисуса. Будете себе потом кусать локти. Но будет поздно. Игрызь пальцы. А будет поздно. Бог-любовь, да. Возможно, даст вам второй шанс. И второй шанс будете. И опять будете в этом же говне ковыряться. Пошлет вас сюда. Так покайтесь, измените свою жизнь. Встаньте на сторону света. Это путь нелегкий. Вот за такой свет вас будут вот так гнать и поносить. Да, вы будете одиноки. Иисус до конца своей жизни был одинок. С первых дней. Да кто его понимал? У него, Господи, да коли буду терпеть вас? Кто с ним остался при кресте? Иисус даже показал, что якобы Бог нас оставляет. Чтобы мы поняли, до чего мы дойдем. Потому что, конечно же, когда тебя будут гнать, плевать и распинать, ты будешь учиться величайшему подвигу жертвенной любви. Прежде святя этой любовью ко всем. Да, тебе будет казаться, что Бог тебя оставил. Но ты на правильном пути. Ты на пути Бога уподобления. А вы ни на каком ни пути, вы не готовы чреву своему отказать ради ненанесения страданий тем же самым животным. Это караул вообще. И ты о чем говорить? Я говорю, о каком христианстве? Я у кого спрашиваю сразу, ты слушай, ты ешь, убиваешь животных? Да, я даже о христианстве говорить перестал. Я говорю, давай-ка с этого начнем поговорим. Ты как хочешь с этим вообще, к Христу приступить? Ты сначала кровищу с губ у себя сотри, руки пойди помой, а тогда уж приходи. Сначала дела надо сотворить. Когда сотворишь, Иисус что сказал? Пойди, раздай имение, продай имение свое, раздай нищим, приходи, следуй за мной, взяв креп. Потому что когда ты сделаешь это, когда ты начнешь творить дела любви, на самом деле Иисус как будто цепочку рассказывает, на самом деле это в автомате. Ты на сторону света становишься, соответственно ты идешь за Иисусом. Поэтому Иисус сказал, а в другом месте так и сказал, кто идет за мной и не несет креста своего с гитаркой и баянами, вы идете в ад пространным путем в широкие врата. С Иисусом не с баяном и не с гуслими идут, и не с гитарой. За Иисусом идут с крестом на плечах, а это поношение, поругание, за что, как он в Нагорной проповеди говорил, за имя ваше, за жизнь святую, вот, за имя Иисуса, да, но только за истину, а это имя любовь. А вы со своими окровавленными устами и руками, я говорю, можете хоть опеться на балалайках, на гитарах, на баянах, на органах, это ничего вам не даст, ничего. Это такие же мерзости, почитайте пророков Ветхого Завета, пусть там о своих обличениях были, неважно, применить это все к Новому Завету, Бог слышать вас не слышит. Какой пост угодный Богу? Исаю еще повыше вознесите. Это было пророчество, чтобы Ветхий за человека клемал, с которым готов был ближнего разодрать на клочья. Хорошо, вы христиане, вроде пытаетесь подвязаться к любви к врагам, вы эти слова-то поднимите чуть повыше. Перестань убивать животных, какой пост ты гнешь свою голову, я там пащусь, пеплом посыпаешь, рубище одеваешь. Кому угоден, что ли, Богу такой пост, ты перестань зло творить. Вот так вот, поэтому отделенность, вы знаете, вот это по плоти, в которой меня там обвиняют, я не согласен. Я не собираюсь в ваших грехах участвовать, вот и все. Я начну в них участвовать, естественно, как я начну говорить о том, что это истина, и так надо делать, если я сам буду в этом участвовать. Нет, я не могу участвовать, потому что от избытка сердца, говорят уста, Господь сказал, сотворите и научите. Вот я сам творю и вас учу. Отвалитесь от всего этого зла, и тогда и вы начнете светить и говорить. А так мы уйдем опять не в ту сторону, как всегда идем все поколения. Это очень важно. Вот так вот. Так что лучше отделиться и быть одному, и светить, чем со всеми, я говорю, погаснуть. Вот так вот. На этом у меня сегодня все. Надеюсь, вам что-то было интересно, полезно, назидательно. Какую-то пользу для себя вынесли. И поступите по истине, будьте жить в ней и светить всем вокруг, чего я вам всем искренне от всего чистого, любвеобильного сердца желаю. Но моя любовь в данный момент к таковым, которые противятся истине, она проявляется не в поголаженной поголовке, а вот именно в таком вот жестком обличении ваших дел злых, которые вы в мир несете. Ну а решать уже вам, вам давать отчет за себя, сущность ваша вся покажется. И человек суется по делам. Посмотреть на то, кто у вас внутри, очень легко. Как вы подходите к зеркалу. Посмотрите на то, что вы делаете. Перерезаете глотку свиньевы убийца. Внутри убийца, потому что вы убиваете. Дела – это сущность. Есть имя существительное, есть имя прилагательное. Но вы что делаете? Убиваете. Внутри кто существительная сущность? Убийца. Легко и просто. Вот и все. И не обманывайтесь. Бог поругаем не бывает. Что посеет себя, кто и пожнет. Сеющий в доброе, от добра творимого, пожнет жизнь вечную. Сеющий злое, пожнет, что вечное поругание. Ну а если вы горькое назовете сладким, что убийство животных – это не грех, вы просто обманетесь. На этом все. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok